Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале Счастье у нас самих, где вы можете найти ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения в любой сфере жизни и общего состояния тоже, ну а также ритуалы, медитации, саблиминалы на исполнение желаний. Все в ваших руках, ведь только вы можете решить, каким образом строить свою жизнь. И, конечно же, то, что с вами происходит, зависит от ваших мыслей. Если вы не можете сами повернуть ход мысли в то русло, в котором вы хотите двигаться, то есть, пожалуйста, и практики, и медитации, которые могут помочь вам поменять именно ваше подсознательное отношение к вещам, к людям. И когда, знаете, меняться нельзя, но изменив свое отношение к ситуации, к людям, меняются люди и меняются ситуации. Да, это действительно так работает. Ну а если все-таки вы не можете решить свои проблемы, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию, где мы рассмотрим именно ваши ситуации и найдем ответ на ваши вопросы. И, конечно, выведем вас на позитивное мышление. С вашей помощью я только направляю. Делайте все вы. За вас вообще никто ничего не сделает по той причине, что вы ответственны за свою жизнь. Каждый из вас за свою. Давно не делала я такой расклад. Много сейчас, в последнее время, знаете, я помню, говорила вам, что время поменялось, и меньше людей стало обращаться именно по личным отношениям. А вот последний месяц я смотрю, что все больше, в основном, конечно, девочек, обращаются с вопросами по личным отношениям. И один, ну, самый такой часто задаваемый вопрос, почему я не могу найти свою вторую половинку? Почему я хочу вроде бы, я очень хочу, я хочу замуж, я хочу встречаться там, я хочу мужчину в своей, в моей жизни. Ну, опять же, вы знаете, что я расклады делаю и для мальчиков, и для девочек, поэтому расклад сегодня будет и для мальчиков, и для девочек. Ну, вот так получилось, что больше обращаются с такими вопросами девочки. Кстати, мальчики, обращайтесь. Вам кажется, да, вы же мачо, вы такие сильные, вы все можете, но вы поймите, вы такие же ранимые и уникальные, как и девочки, и иногда вам тоже нужна помощь. Поэтому не стесняйтесь и обращайтесь. Для обращения на личную консультацию, мои контакты под каждым видео и в бегущей строке, пока я предсказываю. Пожалуйста, я готова помочь каждому из вас. Ну что, давайте сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент и улыбнитесь. А, и похвалить себя не забудьте. И сегодня я использую колоду, она очень интересно называется, она называется «Макарони». Но она была вдохновлена, это русский автор, а вдохновление он получил от госпожи Ленорман. И эта колода именно расширенная версия колоды госпожи Ленорман. У госпожи Ленорман есть 36, есть 44, а тут 78. Поэтому мы имеем расширенный вариант и будем смотреть, в чем же причина вашего одиночества. Их может быть несколько, поэтому выложу я 3 карты и по каждой из карт я объясню и постараюсь, как я говорю на консультациях, вывести вас в плюс. Стараюсь, чтобы после этого расклада вам стало легче и вы, может быть, приняли какое-то для себя решение, что же вам надо делать для того, чтобы избавиться от одиночества. Ну что, поехали! Первое, что я хочу сказать, вы спешите. Вы всегда делаете поспешные выводы, когда вы встречаетесь. Ну, это и для девочек, и для мальчиков. Ваша спешка и ваши поспешные решения, они вам мешают. Ведь, когда вы только встретились, вот тут есть несколько вариантов. Один из вариантов, это может быть как для девочек, так и для мальчиков. Я всегда поясняю. Вы, у вас прошла первая встреча, и партнер, мальчик или девочка, вам понравились, и вы тут же уже для себя решили, что это кандидат в мужья или в жены. Вы не даете времени для развития. Тем самым, особенно, я знаю, что это работает, когда у девочек такое происходит, и девочки начинают отдавать все свое внимание, отдавать все свои силы для того, чтобы притянуть этого партнера. И, соответственно, очень часто мальчики пугаются этого. Ну, у девочек, у них не столько страха. Тут еще для девочки, если вот идет обратная картина, если вы мальчик, то излишнее давление может создать впечатление у женщины, что вы контролируете ее, и это может оттолкнуть. Поэтому первое, что говорят карты, не делайте поспешных решений. Кстати, так же это может работать и в обратную сторону, что вы увидели человека, и тут же он вам не понравился, и тут же вы приняли решение, все, он не для меня, он мне не нужен, или он, или она. Я, кстати, была такая же. Вот, и всегда говорила, когда меня спрашивали, когда я была в поиске, когда я хотела выйти замуж, меня все время спрашивали, ну что, я говорю, пятьдесят первых свиданий, вот образно. И вот это то, что у некоторых из вас на сегодняшний день происходит по разным причинам. Поэтому смотрите, выбор-то, конечно, ваш, я просто вам именно даю информацию, по какой одна из причин вашего одиночества. Давайте посмотрим еще, что же нам покажут карты. Слишком высокая планка, говорит эта карта. Это карта Нарцисс. Нарцисс, вы знаете, кто такой Нарцисс, это может быть как женщина, так, и мужчина, и, соответственно, вы смотрите вокруг, и никто из тех, кого вы видите вокруг, вам, вы считаете, не подходит. При всем при том, что, как я говорю, вы хотите построить отношения, вы хотите найти партнера или партнершу, ну, вот, или вы, не или, а, скорее всего, вы какими-то вашими внутренними установками, какими-то вашими внутренней неуверенностью в себе, вы, может быть, и притягиваете людей, которые не подходят вам по классу, которые не подходят вам по материальному положению или по, можно сказать, статусу в обществе. И тут я не обсуждаю и не осуждаю. Мы все настолько индивидуальны. Единственное, что вот по этой карте, я не говорю вам снижать планку, я бы вам посоветовала именно заняться своим внутренним состоянием и попробовать понять, почему же вы притягиваете таких партнеров или партнерш. Потому что снижать планку ни в коем случае каждый из нас хочет чего-то своего. И, соответственно, мы ищем именно то, чего мы хотим. Но если вы встречаетесь раз, два, три, четыре, и вы видите, что вы притягиваете людей, которые не подходят вам для тех отношений, которые вы хотите, прежде всего надо, можно сказать, порыться в себе и понять, по какой причине притягиваются к вам именно такие люди. и тогда найдя эту причину, вы сможете ее устранить и, соответственно, к вам в жизнь будут уже приходить те партнеры, потенциальные партнеры или партнерши, которых вы бы хотели иметь рядом. И давайте так, если смотреть по соседней карте, для некоторых из вас именно не прошло достаточно времени с прошлых отношений, ну, для некоторых, например, развод, расставание, вот, и, соответственно, на сегодняшний день то, что происходило с предыдущими партнерами, оно очень сильно влияет на то, кого вы сегодня притягиваете. У вас еще может быть, почему вот у вас поднимается планка, у вас еще может быть какой-то внутренний страх перед новыми отношениями. Соответственно, в любом человеке, с которым вы встречаетесь, вы находите за что зацепиться, что и что вам не нравится. Думайте, решайте, выбор все равно ваш, помните об этом. Ну, и третью карту давайте же посмотрим причина вашего одиночества и, соответственно, что же можно было бы с этим сделать. Я уже сказала вот буквально пару секунд назад о том, что не дают вам построить новые отношения, прошлые отношения, прошлые неудачи в личной жизни. И это карта жертвы. вы при всем при том, что планка высока, вы не ощущаете себя победителем или победительницей, вы не ощущаете в себе достаточно уверенности и сил для того, чтобы действительно притянуть, встретить и притянуть того человека, того партнера или партнершу, которые как бы, как я говорю, партнер или партнерша вашей мечты. И очень большая проблема в том, что вы именно всю вину за то, что вы не можете найти, за то, что вы одиноки, скидываете на кого-то или на что-то. На кого-то, скорее всего, это на бывших и на что-то, это на ситуации. Найти виноватых можно всегда. Я серьезно говорю, это действительно так, но даже если вот вы, по вашему мнению, виноват кто-то из прошлого или ситуация из прошлого, это вам не поможет. Вот именно избавление от таких чувств, избавление от всего негативного, что происходило в прошлом и может вам помочь. И еще, что я хочу сказать для некоторых по средней карте. Подумайте, вот я вам и сказала, подумайте, почему вы не привлекаете того партнера или партнерша, которых вы хотите. Есть такое мнение, позиция такая, как вторая выгода. Если вы действительно думаете, что у вас этой выгоды нет, постарайтесь действительно проанализировать. Тут по всему, что я вижу, нужен анализ того, что происходило, происходит и соответственно, да, опять я говорю, надо рыться в себе и понять, по какой причине у вас не получается, по какой причине разлаживается. А причина есть, и скорее всего не одна. И еще, что хочу вам сказать, что если вы ощущаете себя одинокими, вот тут было бы здорово поработать над собой и начать получать удовольствие от времяпровождения в одиночестве, как только вы начинаете получать удовольствие от своей жизни, как только вы ощущаете это счастье, которое я говорю, счастье по умолчанию, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств, начинают притягиваться люди к вам и меняется качество людей, которые притягиваются. Подумайте об этом. И, конечно же, помните, с позиции жертвы вы вряд ли сможете найти подходящего партнера или партнершу. На сегодня все. Надеюсь, я смогла прояснить ситуацию для вас, и, может быть, мои советы вам помогут. Я бы очень этого хотела. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok